Здрасте, приехали. Кто не в курсе, по-любому здесь есть несколько человек. Для вас, даже если у вас два или даже если один. Меня вчера, я вчера приехал домой. Короче, я снимаю штаны, снимаю носки. И вот здесь вот, где у меня сейчас... Снимаю носки и вот так вот издали, снизу, ну сверху вот так смотрю и вижу, блядь, кровь засохшая. Я по телефону в этот момент еще разговаривал ночью. Я вот так вот беру ногу, вот так вот дру, поняли, типа, хуя... Когтем, ногтем хуячу, чтобы эта кровь отсохла, отпала. Я думаю, что, хуйня, не отпадает вообще. Пытаюсь поддеть, и темно, в квартире ничего не видно. Иду в туалет, ставлю ногу вот так вот на туалет, чтобы свет был. Приглядываюсь, трогаю и вижу, что там просто какие-то лапки, блядь, которые вот так делают. Я так оху... Я просто в шоке был, я так оху... И я, я, я понимаю, что это клещ, который сидит внутри меня наполовину. Сожрал меня наполовину, сидит внутри, хуя... И я, ну... И я все. Я в тот момент с Аней разговаривал по телефону. Я говорю, Ань, клещ, нахуй. У меня клещ. Она говорит, все, поехали. Все, поехали. Обзваниваю клиники ебаные, потому что понимаю, что... В бесплатную я не хочу идти травматологию. Я в бесплатную травматологию не хочу идти. Потому что, ну, там все сделают грамотно, все, в любом случае. Но отношения, знаете, люди, которые заебаны, которые немного денег получают, они заебаны. И так не хочется, чтобы тебе вот грубили, там, еще какую-то... Вот, не хочется. Поэтому я обзваниваю платные травматологии, куда могу приехать. И в итоге поехал туда, куда меня... Куда меня увезли, когда у меня было подозрение на разрыв селезенки. Помните? На видосе Эксайла. Поехал в травматологию, значит. Приезжаю. Меня заводят к доктору, его разбудили. Он спал там, потому что она, типа, круглосуточная травматология платная. И там особо, ну, мало клиентов, потому что все в бесплатные ездят. Вот. И он там спал. Его разбудили. Я захожу в кабинет, он вот такой вот... Очнувшийся... Чел. Он говорит мне, ну что, рассказывай, что за случилось. Я говорю, клещ укусил. Вот. Он говорит, нихуя себе, где? Я говорю, в парке Горького гулял. Он говорит, охуеть. Пойдем доставать. Заводят меня в соседнюю комнату, которая должна быть идеально стерильной, потому что там проводится, ну, это травматология, там проводятся микро-всякие полуоперации, скажем так, да? Первое оказание первой помощи. Я захожу, и первое, что я вижу на полу, лежит мертвый таракан вот такой. Я так охуел. И этот мужик его тоже видел, этот врач. Он просто ничего не сделал. Он даже не убрал. Он просто лежал и просто даже в небо я не обратил. Не сконс... Не... Мне ничего не сказало про это. Просто вижу, просто мертвый таракан вот такой валяется на полу, я думаю. Ну, нихуя себе у вас тут стерильненько все. Заебок. Если что, за то, чтобы вот за все эту хуйню, то, чтобы мне... Ну, ладно, сейчас расскажу. В общем, он говорит, садись, ложись. Там такая кушеточка. Я ложусь, он берет лезвие, начинает мне выбривать вокруг этого места укуса, начинает выбривать мне волосы. Говорит, ебать, у тебя тут заросли. Я говорю, ну, шо, тестостеронного я чел. Берет ниточку какую-то специальную, распаковывает стерильную. И ниточка делает какой-то там узелок, какой-то кружочек. Его вот так вот лассо, микролассо подцепляет, затягивает и начинает тянуть медленно. И все. Мразь вышла. Она живая еще была. Тварь, блядь. Сейчас могут быть не очень приятные кадры. Кто не хочет смотреть, не смотрите. Я покажу этого клеща, который внутри моей ноги сидит. Вот. Кто не видел, в ТГ я покажу прямо сейчас. Вот так это выглядит. Неприятно. Да. Неприятно. Вот так это выглядит после того, как его достали. Просто яма, нахуй. Дырка. А вот так этот хуесос выглядит полностью. Просто, знаете, сына говна в лицо. Просто уебок ебаный. И не все так просто. Знаете, клещ это не такая простая хуйня, которую ты достал, и ты не беспокоишься. Клещи-переносчики всякой хуйни. Клещи могут быть энцефалитными. И после того, поэтому ни в коем случае, если у вас обнаружился клещ, ни в коем случае сами нельзя его вытаскивать. Может его шляпка, его голова ебаная остаться внутри вас. Ни в коем случае. Только-то в травматологию. Потому что как только его достают, его отправляют на экспертизу. В лабораторию. Чтобы узнать, энцефалитный он или нет. Если энцефалитный, то вы умираете. Наверное. Я не знаю, я не гуглил. Но это очень плохо. Если нет, то вам повезло и все, чил. И сейчас я жду результат. Экспертизы. Анализа этого клопа ебаного. Этого жука, блять. Гондона этого. Вот. Вот это, чтобы не достали, стоило 16 тысяч. И 7 тысяч отправить его на исследование. Заебись. Просто. Вот просто 23 тысячи нихуя. Ну потому что я сам охуевший чел, который не хочет бесплатно ходить. Я просто очень такой, я социофоб. Я ведь, я очень не люблю, когда на меня ругаются. Когда на меня повышают голос. Я не люблю, когда вот. Я вышла. Субтитры сделал DimaTorzok